Все делаю дома сама. Она, правда, раз пол мне помыла, мне плохо было. Ну и говорит, Матрена Ивановна, я буду вам пол мыть. А я говорю, пока я на своих ногах, я буду сама. Когда уж мне дай бог придется, что, тогда будешь. А сейчас нет. Надо же мне разминаться. А что ж я буду колом лежать, тогда час меня останется. То я шевелюсь. Вот это три дня с палкой ходила по квартире. У меня палка специальная такая, чтобы пол не протекала. То я с тросточкой хожу, а то много-много переделала. У меня сосед был в деревне, договорил. Соседка, ты, наверное, жить не хочешь, старичок. Ну, разве так можно? Лисину привяжу за себя по лестнице. И лестницу сама делаю. И тащу эту лисину, лезвую, чтобы мне ее положить. Вот так вот. А, в общем, работал в другой деревне. Так он приедет мне, нарисует, наметит, где как, что вырвать, вырезать. И на мох клала сама, и потолок. Маленькие же ребятишки, что же маленькие были, мне глину подтаскивали. Но я делала близко колостяны. Маленькие ведерочки по пять литров. Пять ведерочек было я. Первый накладу. А потом я потолок там мажу сверху, под крышей. А они накладывают. Я вывалю эту. Пока я там мажу, они опять мне накладут. А ведь маленькие были. Я не слышу. Шестьдесят шестой уж год. Провожала, загадала. Война кончится, придет. Шестьдесят шестой уж год. Даже весточку не шлет. Редактор субтитров А.Семкин